Всем привет, дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео я вам расскажу о том, почему 98% начинающих трейдеров теряют деньги на Форекс. Сегодня мы поговорим о психологии, страх и жадность. Страх и жадность движут финансовыми рынками, но в то же самое время страх и жадность это то, что не позволит вам зарабатывать деньги на финансовых рынках. Когда человек только-только приходит на рынок Форекс, он окрылен какими-то своими первыми успехами на демо счете, а может быть первыми успехами на реальном счете, может быть он просто начитался какой-то литературы или каких-то статей, которые обещали ему нереальные доходности. Он окрылен вот этой вот жадностью, жаждой наживы, приходит на рынок, но он совершенно не понимает тех рисков, которые он при этом будет на себя брать. Почему я решил записать это видео? На самом деле буквально вчера у меня начались индивидуальные занятия с одной девушкой по трейдингу и она сказала, что ее цель это зарабатывать ну хотя бы 5% в неделю. 5% в неделю это 20% в месяц и 240% в годовых, и то если считать простым процентом. Конечно на рынках можно зарабатывать и такие проценты, но человек, который только-только пришел на рынок или торгует на нем там буквально несколько месяцев, он совершенно не осознает какие риски при этом ему придется на себя брать в торговле, какие у него будут психологические состояния, когда он будет видеть какие-то просадки. Он совершенно не понимает как страхи и как его жадность будет мешать ему торговать. И когда она мне об этом рассказала, я вспомнил историю своего давнего ученика, с которым мы занимались несколько лет назад. Этот человек, ну по таким среднестатистическим российским меркам, очень небедный товарищ. Ну чтобы вы понимали, насколько человек небедный, он может себе позволить каждое лето проводить на своей собственной яхте. То есть он прям живет на своей собственной яхте каждое лето. Когда мы с ним занимались обучением, собственно когда у нас был тренинг, он улетал на Камчатку, на рыбалку и заплатил за эту рыбалку несколько миллионов рублей. То есть этот человек может несколько миллионов рублей позволить себе потратить на обычную рыбалку на Камчатке. Это чтобы просто понимали, насколько человек небедный. Он открыл себе счет на 100 тысяч долларов для того, чтобы просто попробовать, побаловаться, ну собственно обрести какой-то опыт в торговле и так далее. Мы с ним начали заниматься и сразу же он начал торговать большими объемами. Сразу несколько лотов начал заряжать буквально в каждую сделку. Я конечно его от этого отговаривал, но он говорит, ничего нормально, не страшно, деньги небольшие, так что будем работать по-серьезному, по-взрослому так сказать. Так вот, однажды у нас наступила такая ситуация, когда он открыл неудачную сделку. Я ему сразу сказал, что сделка какая-то такая очень сомнительная. Я бы, честно говоря, ее закрыл бы сразу. Тем более, что как только он открыл, она сразу ушла в просадку. Но просадка была небольшая, буквально баксов может быть 500. На что он мне сказал, что Глеб, ничего не переживай, просадка маленькая. Я, говорит, держу руку на пульсе, ничего страшного не происходит, держим сделку. На следующий день просадка по этой сделке была уже там чуть больше 1000 долларов. Я ему сказал, ну слушайте, надо наверное закрыть сделку. Еще вчера он это рекомендовал сделать, она была неудачной с самого начала. Убыток по ней растет, давайте закроем. На что он сказал, нормально, я все-таки жду, что сейчас они скорректируются. Я надеюсь и верю в то, что валютная пара пойдет в моем направлении. Когда на третий день он ко мне пришел, оказалось, что просадка по этой сделке уже больше 2000 долларов. Я ему говорю, давайте закроем уже наконец. На что он мне ответил, а я уже не могу. У меня, говорит, не поднимается рука. И у меня тогда произошло в голове реально перестроение. То есть я вообще не понял, как так? Что значит не могу закрыть? Он сказал, что у меня рука не поднимается. Я, говорит, просто понимаю, что это все-таки 2000 долларов. Это все-таки какие-то более-менее живые, реальные деньги. На них можно что-то купить. Их можно подержать в руках. И у меня не поднимается рука закрыть сделку вот с этим убытком. Многие начинающие трейдеры, которые приходят на рынок и ими движет исключительно жажда наживы. Ими движет исключительно жадность. Они не понимают, как страхи за их деньги будут влиять на их торговлю. Они не осознают тех рисков, которые они берут на себя. И они не понимают, как они с этими рисками будут справляться. И на мой взгляд, это причина потери у подавляющего большинства трейдеров, которые только пришли на рынок. Сегодняшнее видео о психологии. И морали вот такова, что для того, чтобы психология не мешала вам торговать, в первую очередь вы должны начать торговать самыми минимальными объемами, которые возможны. Начните торговать 0-0 одним лотом. Начните совершать самые маленькие сделки. Ставьте короткие стоп-лоссы. И в этом случае психология не будет вам мешать. Если вы даже откроете сделку 0-0 одним лотом, и у вас даже цена против вас пройдет хоть 5000 пунктов, это всего лишь будет просадка в 50 долларов, которую вы с легкостью закроете. Но вот если вы откроете позицию, скажем, двумя лотами, и просадка будет хотя бы 1000 пунктов по пяти знаком после запятой, то это уже 2000 долларов убытка. Сможете ли вы их закрыть? Вопрос риторический, и каждый на него может сам ответить. А скорее всего, то, что вы сейчас ответите в теории, это будет один ответ. А вот как оно будет на практике, это будет совершенно другой ответ. Так вот, берите себе на вооружение вот это вот правило, торговать минимальными объемами на начальном этапе, если вы только-только начинаете торговать. И помните о том, что страх и жадность движут рынком. И страх и жадность это в то же самое время то, что будет мешать вам зарабатывать деньги. Поэтому убираем страхи и жадности настолько, насколько это возможно из своей торговли, и зарабатываем деньги на финансовых рынках. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезно и интересно. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, и напишите мне в комментариях, что вы по этому поводу думаете.